всем здравствуйте вы на канале деревенские посиделки с вами ирина сегодня я посвящаю свое видео обзору частично обзор участка частично обзор урожая чеснока и лука и немножечко покажу цветочки какие у нас расцвели очень красивенькие смотрите флоксы трех видов расцвели такие вот белые красавцы такие вот такого оттенка розовенькие и вот такого оттенка они непонятно розовые или такие как-то больше такие как персиковые вот такого цвета и очень красиво мне нравится вот такие вот василечки разноцветные вот такой оттенок вот такой беленький такой вот розовенький. В общем, разноцветный. Бледно-голубой. Очень красиво смотрится. Я их сеяла семенами. Так. Хочу немножко показать землянику, которую я из семян выращивала. Значит, вот эта вот грядочка у меня вся целиком полностью посвящена практически землянике. Вот отсюда, где усы заканчиваются, вот это вот все у меня земляника. Значит, тут два сорта руяна и барон солимахер. Это безусая сорта. А вот здесь вначале у меня клубника. Ремонтантные сорта. Это сластена. Вот беленькие цветочки. Видите, она до сих пор цветет. Ну, она первый год, поэтому ягодок мало, но цветет. И второй сорт, тот, который хорошо взошел из семян, это флориан. У него розовенькие цветочки. Вот видите, да? Он тоже усатенький. Вот от него, значит, идут усы. Вот я отращиваю молоднячок, так скажем, чтобы потом можно было из питомничка из этого посадить. под укрывной. Значит, в этом году мне очень понравилась клубника под укрывным материалом, поэтому и следующие тоже парки буду выращивать под укрывным материалом. Значит, вот этот цветничок, первый цветничок на этом участке. Сегодня вот я его тут облагородила. Тут и многолетнее, и однолетнее растение. Вот так вот он смотрится. Хорошо начала цвести настурция. Вот это мне очень нравится, декоративная настурция. Смотрите, какие у нее красивые листики с белыми такими прожилками. Буду пытаться собрать с настурцией. Тут четырех видов настурция. Вот такая вот темно-оранжевая, светло-оранжевая, вот такая вот ярко-красная. И вот это вот с такими красивыми листиками. Она тоже двух цветов. Буду собирать семена. Нравится мне пока, как он тут выглядит. Буду дальше его тоже расширять. Пока в этом году. Вот он у меня такого небольшого размера. Шмели летают. На этот большой цветочек садятся. К сожалению, ушло солнышко. И не такие яркие краски. Боюсь, что не пошел бы дождик. А мы начали выкапывать лук-чеснок. Сейчас пойдем на тот участок, где у нас растут овощи. Здесь у нас только картошка и цветник. Вот так вот смотрятся хосточки. Молоденькие. Вот я их посадила только в этом году. Это вот с белой каемочкой. Это вот другая немножко расцветка. Это простые, обычные, подорожниковые. Очень красиво настурция, конечно, декоративная. Так, ну что, пойдемте на соседний участочек. Вот так вот, смотрите, виноградик хорошо. Бьется красиво. Эту хосту я приготовила отсаживать. Поэтому она у меня в кадочке. Так, это вот у меня кабачки. Очередная партия кабачков очень много. Вот такие вот большие. Если маленькие, мы их замораживаем и едим. В общем, всяческие блюда из них готовим. Оладушки и так далее. Вот так вот кабачки смотрятся. Смотрите, на травяной куче. Разрослись просто огроменные. Видите, какие огромные. Это вот вся грядка с кабачками. Очень красивые. Листья у них декоративные. Так, ну все, пойдемте, значит, покажу, какой у нас уродился в этом году. Лук и чеснок. Очень хороший получился чесночок с луком. Сейчас мы его как раз убираем. И все будет хорошо видно. Температура сегодня на улице у нас где-то градусов 17-18. Солнышко было, с утра было тепло. Сейчас солнышко ушло. Так прохладненько, но не холодно. Входим так с рукавом, но без курточек. Нормально такая температура, комфортно. И работать хорошо. Вот боимся, не пошел бы дождь. Мы тут как раз занялись уборкой лука. Поэтому сейчас быстренько сниму. И пойдем его в бутовку на просушку. Вот такой вот чесночок у нас в этом году. Смотрите. Вот какой вот. Показывает это вот моя рука. Вот такой вот очень неплохой чесночок. Крупненький. Этот уже обрезанный. Да, когда будете убирать чеснок, не торопитесь обрезать вот эти вот стволики. Потому что питательные вещества должны перейти в клубишки. Вот в эти вот. Когда уже пожелтеет, вот это все начнет сохнуть, тогда уже его можно будет обрезать. Вот. Это я тут морковку немножко разрядила. Вот такой вот чесночок. Вот он лежит. Подсыхает, видите, с корешками. Сейчас буду обрезать дальше корешки. Так, вот по соседству морковка. Морковка тоже очень неплохая радует нас в этом году. Значит, два раза мы подкармливали чеснок. Первый раз мочевиной в мае. Вот муж удачно очень захватил тот период, когда он только-только начал расти. Когда земля уже оттаяла в апреле, в мае. Вот он начал расти. И мы в мае его подкормили, значит, мочевиной. Потом еще где-то в июне, да, в конце мы подкармливали настоем куриного помета. Вот, в принципе, только две подкормки было. Ну, пололи и рыхлили. Вот, больше ничего. Так, морковка. Морковка тоже очень-очень хорошенькая в этом году. Пока мы ее, конечно, выдергивать не будем. Вот такая вот она огроменная. Вот. В основном тут нанская, московская зимняя. Но это почти та же самая нанская. И вот переходим к луку. О, смотрите, какой красивый лучок в этом году у нас. Крупненький, красивенький. И даже практически не гнилой. Да, весь не гнилой, по-моему, да? Нет гнилых-то, Миш? Пока не было ни одного гнилого. Вот, смотрите. Это красный ред барон. Он салатный. Вот он хранится. Мы его в первую очередь будем есть. И штутгартен ризен. Вот он второй, желтый такой вот. Тоже, смотрите, какой неплохой лучок. Вот моя рука, чтобы вы понимали. Есть покрупнее, есть. Ну, такой средненький он весь. В основном не мелкий, так скажем. Есть очень крупные вот экземпляры. Есть помелче. Точно так же мы два раза его подкормили коровяком. Легко вот так выдергиваться. Смотрите, он весь на поверхности. Практически весь на поверхности. Поэтому хорошо этому сорту в таком вот, как у нас, дождливом климате, он практически не гнил. Хотя она заливала тут кошмар, как заливала. В мае вообще не войти было на грядки. Тут все хлюпало. Вот что творилось. Видите, да, нормальный. Легко выдергивается. Сейчас пойду обрезать чеснок. Сейчас покажу вам немножечко еще, что у нас там. Редька взошла, правда, плоховато. Но немножко взошла, не знаю. Но еще август-сентябрь будет расти. Картошка опять вся заросла. Мы ее уже пололи-пололи, сколько пололи. Все равно вся заросла. Так, клубнику я не скашиваю. Я ее обрезать буду весной. Поэтому так вот она растет, как растет. Пока вроде бы не особо болеет. Но если будут какие-то кусты болеть, то я ее, конечно же, обрежу. А так, в принципе, я ее традиционно весной буду обрабатывать. Сейчас она... Усы мне ее не нужны, поэтому она тут растет, как хочет. Она у меня на укрывной посажена, вот видите, да? Поэтому особо она так сильно не зарастает под укрывным. Поэтому я ее не трогаю. На виноградике, смотрите, две гроздочки сформировались. Не знаю, созреет или нет ли, потому что растение молодое. Мы его только отсадили в этом году. Вот. Но вот он уже, смотрите, даже завязал две грозди. Все его обовьи вокруг веревочки. Вот так вот смотрится. Потом он разрастется на следующий год, надеюсь. Так, на капусте над цветной стали завязываться. Ура, ура, ура. Вон там соцветия, кому видно, вон там беленькие уже. Это более поздний сорт. Дачница, мавир. Вот те, которые ранее я уже сняла, опал. Их, к сожалению, только три было. Но они неустойчивы вот к этим вот росам. Они сразу все темнеет, начали темнеть. Поэтому я их быстренько сорвала. А это вот еще только-только-только завязываться. Дачница и мавир. Какая тут из них какая, я уже не помню, честно говоря. А это мавир я вам показывала. Дачница вот. Вот здесь вот мавир. И дачница тоже он формирует уже соцветия. Так что вот столько цветной капусты. Мы тоже на заморозку ее выращивали. Вот этот опал. Это вот коза дериза. Сейчас посмотрю, коза дериза формируется. Что-то пока не вижу я на ней ничего. Что-то ее нахвалили, нахвалили. Эту козу деризу. А он только-только-только-только начинается. Очень поздно. Вот мавир уже большие соцветия. И вот опал один только оставила я. Одну растюшечку. Причем закрывала листком, потому что он, видите, прям темнеет тут же. Сейчас росы пошли холодные. Вот. И надо его закрывать. Вот так вот листиками, чтобы на него роса не падала. Иначе он сразу темнеет. А очень маленький ран еще вроде срезать. Хотелось, чтобы он подрос. А он уже начал темнеть. То есть вот эти ранние сорта, они очень неустойчивы ко всяким заболеваниям. Вот это печально. Так, ну что, ругала я в прошлом видео свою малину, ежемалину. Вот. Ягоды есть, но их очень мало. Вот смотрите. Первая, наверное. И там вторая. И все. Одна буквально ветка, которая плодоносила в этом году. Потому что первый год она у нас только так вот разрослась. В том году вообще мы не видели ни растений, ни ягод. Так что, думаю, что на тот год, наверное, ягоды пойдут. Так. Томаты в этом году не очень радуют меня. Очень как-то не очень так они активно завязываются. Низные кисточки вот хорошие сформировались. Вон черри уже краснеть начали. А верхние кисти были эти катаклизмы дурацкие. Вот черри хорошо сформировались. Видите, как вот эти уже краснеют. Вот. Все черри прям в томатах. Смотрите. А остальные вот буквально низ все. Наверху вообще ничего нету. Низ есть. Вот низ, когда был теплый июнь. Вторая, вторая кисть. На третий уже одна. И вот так вот все растения практически внизу есть. Наверху ничего. Вот. Поэтому не могу сказать, что урожай будет большой. Будет, конечно, так на еду поедим. Вот они начинают уже темнеть, буреть. Кровавая мэри. Вот это вот, видите, внизу есть. Наверху одна. Вот. И вот так вот все практически. Этот томат гигант. Вот на этом побольше растений. Вот такие вот крупные. Они, конечно, хорошие. Мясистые такие помидорки. Ну, вот видите, внизу есть, наверху ничего. И так все. И так все растения. Не знаю, это им не нравилось. Вроде бы и кормили, и все делали как положено. И внизу листики я обрывала, обрезала. Вот. То есть только нижние ярусы. Вот видите, завязались. Петрушку снова надо сегодня срезать. Так, и огурчики. Пойдемте посмотрим, что там у нас с огурчиками, с перчиками. Так, боюсь гадюк, потому что они приходят дружненько в нашу теплицу греться постоянно. Поэтому уж я сначала просматриваю, нет ли их тут нигде. Так, баклажаны. Смотрите, баклажаны. Вот. Жалко, что вот мало посадила. Смотрите, а они в этом году взяли и начали плодоносить. А у меня всего два растения. Желтенькие убилы. Какие хорошенькие баклажанчики. А вот тут стоит пока что без растений второй. Так, ну что с огурцами. С огурцами вот чего у нас. Смотрите, сейчас будем поливать вечером. Когда польешь, огурцы есть. Уедешь на два дня, на третий приезжаешь, огурцов нет. То есть тут нужно определенно делать капельный полив. Тогда огурцы будут. Значит, внизу я их все вот. Листья убрала. Когда плоды сняла, вот смотрите, все хорошо плодоносить. Сейчас сверху им тепло. Этот способ мне очень нравится. Вот, видите, немножко темновато. Потому что они тут загораживают свет. Ну, в общем, все в огурцах. Вот. Сорта здесь у меня герман. Смотрите, что творится. Внизу оборвала все эти пасынки. Он все равно пускает. Это у меня, который верхушку обломил. Так что ему можно пускать. Я его специально оставила. Думаю, вдруг чего-то. Хотя вряд ли уже завяжется. Чего? Верхушка ведь оборвалась. Так, пойдемте дальше. Так, перчики уже втемнеет, буреть начали. Так, это бигмамка начала до оранжения. Это, по-моему, бигбой. Он более такой бурый. Бигмама на оранжи. Это бигбой высокорослый. Так, вот огурчики опять. Вот болтаются. Еще сегодня не собирали. Сегодня надо будет набирать укропа. Листья в смородины, потому что буду закатывать завтра. Вот у меня укроп стоит, видите, на заготовке. Специально. Вот у этого, смотрите, уже листики надо обрывать, потому что они уже все. Конец им пришел. Буреть начали. Маленькие огурчики сегодня соберу. Вот так вот я их обрываю, потому что все, растение уже не справляется с нагрузкой. Растение начинает пятнистостью поражаться. А у него еще там наверху, смотрите, сколько огурцов. Им их надо еще вырастить. Поэтому эти больные листья я убираю. Вот это растение вообще. Он один огурец, единственное, какое-то дохлое. Хотя в тех же самых условиях растет. Вот на этом, видите, много огурцов. Вот сколько. Это вот три бабайка. Раз, два, три. Все одинаковый сорт. Так вот этот надо закрутить сегодня за веревку. Что-то он прям свалился. Так вот. Вот сорт одинаковый, а гибрид, а результат разный. Вот. Так, вот это вот Биг Бой, смотрите. Уже зреть начал. Какие перцы. Вот здесь тоже, вот здесь. Ну, перца, слава Богу, в этом году много. Базилик тоже вот оставила специально для консервов. Смотрите, какие красавчики. Вот они начинают. Это Биг Бой, потому что Биг Мам, она сразу оранжевая делается. Они все такие четырехгранные, толстостенные. Сейчас выброшу листья только. Дальше вам покажу. Так. Здесь, значит, на этой грядочке у меня вот Биг Бой. Его сразу видно. Видите, он какой большой. И он немножко более поздний. Вот у него только-только пошли завязи всякие. Так. Это что такое? Это у меня смс-ка идет, видимо, в телефоне. Так. Вот Биг Мамка. Это Биг Бой. Он красненький. А вот Биг Мамка. Она оранжевая, видите. Вот цвет даже разный. Биг Бой. Вот он красненький. Тоже толстостенный. Обязательно ставлю с него тоже семена. Биг Мама у меня из своих семян в этом году. Будет теперь еще Биг Бой из своих семян. Очень понравились они мне. хорошо так. Это треугольник какой-то из серии Купец или Ласточка. Что-то такое. Так. Вот Биг Бой. Весь увешанный. Очень хорошие перцы. Буду их теперь выращивать из своих семяночек. Так. Это у меня укроп тут. Вот. А это вот Рамира. Это из магазина я собирала. Вот видите, какие они длинные. Вот такие вот. Они красные должны быть. Но не поздние.